добрый день дорогие друзья мы пришло время нашего урока вначале какая-то пауза чтобы понять что все соединено что есть люди какие-то может быть появятся какие-то люди и тогда они нам ответят что все слышно все видно и все понятно хочу вам напомнить что в прошлый раз мы как раз говорили о создании еврейского народа именно создание не об избрании создание и вот тогда у нас возникает первая такая важная фигура фигура авраама нашего праотца так ну пока никого нет вот есть здравствуйте и если есть какие-то помехи то вы сразу напишите что не слышно или 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 еще что-то как-то так отреагируйте да и так я вам напоминаю что в прошлый раз мы с вами разговаривали начали разговор об аврааме авраам про отец нашего народа он собственно первая фигура из которой всевышний будет в дальнейшем создавать народ опять-таки повторяю народ был избран а народ был создан создан народ и вот сегодня мы продолжим наш разговор о создании народа об аврааме тем более что наша недельная глава в эту субботу мы читаем глава воира это как раз следующая вторая глава связанная с жизнью авраама и там есть очень много интересных моментов о которых стоит поговорить значит я вам напомню что авраам был выбран всевышним для того чтобы из него создать еврейский народ самый важный вопрос вот который я себе задаю это а почему именно он почему именно авраам каковы его свойства и качества из-за которых он становится вот основателем народа я понимаю если мы будем привлекать ну медроши всякие сказания тексты из устной традиции из устной тары то там будет много ответов на этот вопрос кем был авраам каковы его качества каковы его свойства и мы узнаем что он с юных лет уже интересовался тем кто создал все это кто творец этого мира поскольку родился его раз он среди язычников и поэтому ему нужно было видимо это преодолеть каким-то образом но это все медроши это хорошо это замечательно но вот что написано в самом тексте тары в самом тексте тары ничего об этом не сказано в письменной таре значит об этом ничего не сказано потому что если мы сравним допустим с ноем с ноахом а предыдущая глава там четко и ясно сказано почему по какой причине всевышний выбрал именно его да это написано что но и был праведником своем поколении программа ничего такого не говорится значит видимо особых таких качеств изначальных у него не было тогда вопрос почему же всевышний его именно избрал а в нашей главе в главе воера есть в общем то ответ на этот вопрос я вам напомню сюжет к авраму приходят три путника он их принимает он их угощает они отдыхают в тени его деревьев и потом они один из них говорит о том что на следующий год у сары родится ребенок ну естественная реакция и у сары и у аврама есть реакция на шане уже люди пожилые и далее эти путники отправляются в путь дальше они идут дальше на авраме их провожает какое-то время и вот вот в момент расставания как раз вот этого цена момент расставания вот вдруг всевышний говорит сказано так я читаю книгу берешит 18 глава 17 17 стих и и сказал всевышний скрою ли я от авраама то что я намереваюсь сделать намеревается он сделать то что путники эти идут в содом и гоморру и дальше сюжет известен эти эти города будут уничтожены плюс еще там будет 5 город 5 городов уничтожено но вот содом и гомора мы делаем акцент на этом так вот всевышний говорит значит могу ли я скрыть от авраама то что эти города будут уничтожены и дальше он говорит ведь от авраама будет создан народ большой и мощный через которого будут благословлены все народы земли и дальше четко и ясно написано в девятнадцатом стихе 18 главе написано что на ведь я как бы я его избрал для того чтобы он повелел или приказал своим сыновьями своему дому за ним чтобы они соблюдали путь всевышнего исполнять справедливость и суд вот здесь есть ответ на тот вопрос который я задавал почему авраам то есть оказывается авраам избран не потому что он изначально обладает какими-то качествами а потому что его потомки будут соблюдать тот путь те приказания те заповеди которые им передаст авраам и будут ходить по путям всевышнего и будут вот как здесь написано соблюдать стакао мишпад справедливости суд значит получается что роль авраама его важная роль не из-за его каких-то качеств врожденных или вот всевышним а из-за того что будет в будущем будущее потомки авраама вот это вот очень важно конечно же мы прекрасно понимаем и сразу что такое еврей мы говорим еврей тот у кого мама была еврейка или который прошел ги-юр а исходя из того что авраам был выбран вот по свойствам будущего они прошлого можно сказать что евреи то тут у кого внуки будут евреи то есть будущее то есть способность передавать что-то будущему поколению вот это вот главное качество видимо авраама передать будущему и вот всевышний ясно и четко говорит что он выбирает авраама потому что его сыновья и его дом после него будут ходить по путям всевышнего и будут вот это вот все исполнять ну замечательно значит всевышний говорит сказка всевышний говорит кому говорит ли этим путникам которые там вот эти три ангела потом их станет два уже говорит ли он самому аврааму но факт тот что авраам дальше он узнает что происходит ведь дальше написано что вот прямо вот этой 18 главе 18 вы дальше вот 20 посуд и сказал всевышний что вопли содома и гамора и так далее доходит до меня и мне нужно спуститься и увидеть так ли это или не так если это так то я уничтожить и города если не так то я просто буду знать что ну лака это ошибка значит если всевышний это произносит так условно говоря да и авраам об этом узнает ну значит а он говорит это и авраам видимо те путники которые должны исполнить задание они сами знают что будет дальнейшем из всего что будет происходить дальше мы видим что аврааму становится известно что эти путники направляются в садом и гамору и что всевышний намеревается уничтожить эти города понятно что в садоме живет племянник авраама лот и естественно наверное он волнуется своего племянника может быть это одна из причин потому что что произойдет дальше 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 начинает происходить что-то невероятное написано что авраам подступает и подступит что он стоял перед всевышним написано до этого и после того как эти вот путники уходят он остается также стоять перед всевышним видимо это образное некое выражение и дальше написано что и подступил авраам куда кому ну ко всевышним если мы себе зададим вопрос а что такое подступить к всевышнему ко всевышним как это подступить куда это подступить ведь всевышний он же не имеет ни образа не телесен к чему подступать шаг вперед шаг назад или это внутренний процесс вот раши тут же нам объясняет что когда написано слово вторе воигаш подступил то в священном писании по крайней мере раши делает акцент на три момента что это могут быть три действия когда подступают к чему-то либо это начало войны и он приводит здесь в качестве заказательства стих и подступил юав и поступил юав он говорит юав это был главнокомандующий да это из книги шмойля то есть это может быть подступил значит идет на войну или вот второй пример он говорит для урегулирования каких-то вопросов на иврите называется лефиюс пиюс для равновесия и тут он приводит пример и подступил иуда киосефу известная история которую мы будем учить дальнейшем и третье он говорит что это может быть начало молитвы и подступил илья пророк тоже написано в книге царства то есть вот когда кто-то куда-то подступает то вот эти вот три момента либо война либо попытка урегулировать какой-то вопрос либо начала молитвы и подступил авраам ко всевышнему ну то что авраам собирается вываться всевышним понятно наверно он не собирается вываться всевышним скорее всего это либо попытка решить какой-то вопрос или вот как бы вот начало какой-то молитвы то есть молитва это один из видов молитв это просьба но есть как которую сейчас будет обращать авраам ко всевышнему значит подступил в рамках ко всевышнему и вот начинается вот этот вот очень и очень и очень странный диалог то есть авраам узнает что всевышний собирается уничтожить садом садом гамора и все остальные там города он к нему подступает мы уже понимаем что есть какие-то намерения у него а и дальше идет вот некая претензия которую озвучил авраам по отношению ко всевышнему ведь что он говорит здесь ведь что он интересно говорит халила лиха ма ассот кеда варазе то есть грубо говоря вот халила лиха это ну мы говорим так не дай бог ужасно если будет сделано вот это вот дело какое дело что ты сотрешь праведника с грешным грешником до лимхот цадик им раша то есть он допускает что там есть какие-то праведники и если всевышний собирается стереть этот город с лица земли то получается что он сотрет всех там и и и и праведни и грешность да и ты сотрешь их и не произведешь суд он ему говорит что ты же ведь судья всего сущего и как же ты можешь совершить некое действие не совершив сюда сюда не по суду а так вот по собственной воле хотя мы же понимаем что всевышний есть та инстанция которая собственно решает да или нет и советовать ему наверное бесполезно все знает что делать и что не делать но авраам почему-то это делает почему-то авраам советует или даже сказал бы если интонация требования и дальше он говорит такую странную вещь а если там есть допустим 50 праведников вот как ты можешь уничтожить праведного и грешного вместе и что будет грешник как праведник чтобы он погиб и тогда всевышний ему как-то странно отвечает хорошо если там будет 50 праведников я это место сохраню вопрос кого желает спасти авраам праведников или грешников сейчас не будем говорить о том что там есть его племянник лот и он естественно считает лота праведником и наверное заботиться о нем значит если бы он просил так вот там есть 50 праведников так как ты их можешь наказать ты их как-то выведи или отделе их или обозначили или предупреди ну а всех остальных уже можно поскольку они грешники да нет ведь а судя по ответу он просит не 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 для того чтобы сделать какую-то селекцию и кого-то наказать а кого-то не наказать он как бы говорит о том чтобы все место было прощено если там есть 50 праведников говорит всевышний то я это место не уничтожил за кого же просит авраам он просит не за праведников потому что праведники да они не они безвинны их нельзя убивать понятно но в данном случае он просит чтобы грешников простили потому что если там будет 50 праведников будет прощен город весь целиком значит мы понимаем что авраам почему-то просит за всех жителей с дома и главным образом за нечестивцев за тех которые грешат мы сейчас не обсуждаем грех этого города что там было и прочее прочее нам важно то что авраам почему-то просит за грешников содома содома и гамора и дальше начинается вот этот вот изнурительный диалог и всякий раз авраам учтиво как бы извиняется и заявляет что да он понимает что он прах и пепел и этому есть объяснение почему он себя называют я прах и пепел ну вот выслушай меня дальше идет 45 человек и всевышний говорит и за это число я прощу это место дальше до 30 человек дальше до 20 человек дальше идут 10 человек и вот когда 10 человек закончили и всевышний грида за если там насчитается 10 человек я не сотру дальше идет . и сразу же и ушел всевышний когда закончил говорить с авраамом и авраам вернулся в свое место оборвался делок оборвался неожиданно то вы не здрасте не до свидания ни пока не привет просто все будет 10 ничего не сделаю повернулся не повернулся и ушел и ушел авраам видимо выжил какую-то паузу понял что уже никого нет и вернулся к себе вот мне хочется понять что это за странная история действительно ли авраама данном случае спорит со всевышним и пытается добиться чего справедливости но если авраам понимает кому он обращается если он понимает а он я думаю понимает кому он обращается то конечно же он не сомневается справедливости творца значит если он не сомневается справедливость творца зачем вообще весь этот разговор но и было нет но и был великим И когда Всевышний ему велел сделать то-то, то-то и то-то, Ной прекрасно понимал, что все нормально, здесь все справедливо, никто никого незаслуженно не накажет. И вдруг Авраам начинает спорить. Многие считают, что это как раз то самое положительное свойство, которое отличает Авраама от Ноя, что Аврааму не безразличны эти люди, и поэтому он вступает в этот диалог. Я думаю, что здесь речь немножечко о другом. И вот о чем. Давайте вспомним, что когда Авраам по велению Всевышнего приходит в землю Кнанскую, там сказано, кто с ним еще пришел. Я просто напоминаю это вам, что с ним была его жена, Сарай, был его племянник Лот и еще категория людей, так сказать, душа, которую он сделал в Харане, там написано. То есть комментарий Раши тут же на этот стих, что и Авраам, и Сарай, они занимались тем, что они рассказывали единому Творце. Мир-то был ведь идолопоклонническим. И поэтому вот такая была миссионерская у них деятельность. И они много людей вернули к единому, переубедили. И это вот та самая душа, которую делал Авраам в Харане. И это были по существу его ученики. Вот зеленый. Значит, в Кнан он приходит вместе со своими учениками. Это те самые души, которые он сделал. Он делает души. Вот это нужно запомнить. Следующий момент. Когда ему становится известным, что в ходе войны четырех царей Месопотамии, Вавилонских четырех царей, против пяти царей городов вокруг Мертвого моря, ну там вот как раз Содом, Гомора, Сор и прочие, там были пять городов, когда была война, и Аврааму сообщили, что вот эти четыре царя напали на этих пятерых, и все забрали, и людей, и имущество, и в том числе лота они взяли в плен. И тогда вот Авраам со своими учениками, на одном писано, 318 учеников, он бросился за ними в погоню, и вот это была удивительная война, 318 человек против армии пяти царей, и вот он их каким-то образом побеждает. Он их побеждает, и все это он возвращает, и людей, и имущество, все возвращает. И вот когда он это возвращает все в город Сдом, там написано, в предыдущей главе написано, что царь Сдома вышел к нему навстречу, и он ему предложил, значит, ты мне души эти верни, а имущество возьми себе. И Авраам ему отвечает, нет, мне не надо, я тебе все возвращаю. И возвратил ему и души, и имущество. И вот я на этом делаю акцент, что он владел какое-то время душами жителей Сдома и Гаморы, вот этого вот региона. Они были при нем, и он их вернул. И вот теперь эти души, оказывается, грешат, и их нужно уничтожить. Я думаю, что в этот момент Авраам должен был испытывать внутри себя жуткий стыд за то, что он эти души в свое время, когда они к нему ему принадлежали, не сделал, не исправил. Ведь он же этим занимается, и мы знаем, мы читали выше, что он делает души. И вот эти души, которые попали к нему, он их освободил из плена, и он с ними ничего не сделал. И он их просто вернул в свое место, где они были, и они остались теми же, и вот сейчас их, в общем-то, уничтожат. Я думаю, что вот это вот чувство того, что он в чем-то виноват, он чего-то не сделал, а вот им движет. И он начинает заступаться за эти души. Он начинает, он пытается их спасти. Почему такой странный торг? 50, 45, 30, 20, 10. Здесь нужно отступить немножечко в сторону и понять вот что. Что извечный спор человечества, он сводится к следующему. Такой философско-религиозный спор человечества заключается вот в чем. Вот Всевышний, Творец, он по отношению к человеку внешний или внутренний? Он находится вне человека или внутри человека? То есть, если он находится вне человека, то он такой трансцендентный, он вне его. И на этом строилась по существу вся греческая мудрость. Вся греческая философия говорила о том, что Творец, Создатель, он вне. Он создал этот мир, он его видит со стороны, потом он отдаляется, и он запускает этот мир. Мир начинает жить, а он просто смотрит, то есть, что делает, чем занимается Всевышний после того, как создал мир. Он, согласно греческой мудрости, он созерцает творение своих, условно говоря, рук. Это такой трансцендентный Бог. Есть другие религии и философии, которые утверждают, что Всевышний, он имманентен. Имманентен – это значит внутренний, он находится внутри человека, он во мне. Грубо говоря, это та совесть, которая есть в каждом человеке. Это те критерии нравственные, которыми мы живем. Это значит Всевышний во мне, он имманентен. И вот этот вот спор между вот этими двумя концепциями – Бог, он внешний или Бог, он внутренний – это очень важный спор. Так вот, иудаизм, как всегда, утверждает, что и ты прав, и ты прав. То есть, конечно же, Всевышний, он и внешний по отношению к человеку, он трансцендентен. И это выражается в тех законах и в природе, которая была создана, и в законах этого мира, и в законах, которые он потом даст и повелит выполнять человеку. То есть, законы Всевышнего – это его трансцендентность. И, конечно же, есть совесть человеческая, есть те внутренние параметры нравственности. И поэтому мы говорим, он и еще имманентен. То есть, он и вне нас, и внутри нас. Это говорит иудаизм. То есть, Всевышний и вне человека в виде законов, и внутри человека в виде совести. И очень важная работа, которую производит человек, – это уравновесить внешнего Бога, трансцендентного и внутреннего, имманентного. То есть, соединить воедино те законы, которые я должен исполнять, и те внутренние установки моей совести и нравственности, которыми я руковожу. Если закон и совесть будут каким-то образом соотнесены, и один будет связан с другим, человек будет абсолютно гармоничен и, в общем-то, будет жить счастливой жизнью. Когда Авраам внутренне понимает, что он не сделал то, чего надо, есть внешний закон, есть внешние правила, и вот эти вот внешние правила он не донес. Что такое сделать души? Это значит открыть этим душам вот этот внутренний мир, внешний мир, его законы, по каким законам он, этот мир движется, как эти законы выполнять. То есть, вот это вот может делать учитель, так скажем. Учитель не может формировать душу, это только Всевышний может. Учитель может своему ученику как-то так вот доложить, раскрыть ему внешний мир, то есть, вот те законы, которые вокруг него, и показать, что они очень важны и что ими нужно жить. И тогда они как-то связываются с внутренним миром, который, собственно, создает уже Творец, и все замечательно. Так вот, внутри себя Авраам вдруг почувствовал, что он не выполнил эту работу. И вот этот вот конфликт его с тем, что он внутри себя чувствует, что те души, которые он мог организовать и открыть им эти законы, он не сделал этого, в нем есть конфликт. Так вот, я вижу, что этот спор или этот диалог со Всевышним, это как раз и есть попытка урегулировать внутреннее состояние Авраама со внешним состоянием Авраама. Ведь кто такой Авраам? Авраам, мы говорим, один из наших праотцов, он воплощает в себе стопроцентное милосердие. Он выражает в себе качество, которое называется хесед. Хесед – это милосердие. К чему всякий раз здесь он призывает Всевышнего? К справедливости и суду. Он говорит, цедек ве мишпад. Вот что он все время говорит. А цедек и мишпад – справедливость и суд – это не его. Его – это простить. Его – это милосердие. Но он требует справедливости и суда. Он требует, на самом деле, того, что ему не совсем присуще. Потому что в нем есть конфликт его внутреннего состояния с тем внешним миром, который, собственно, вот здесь происходит. Вот я вижу, что в этом причина, на самом деле, вот этого вот странного диалога. Почему он начинает с 50 и окончает с 10? Ну, я думаю, что 50 и 10 – это не случайные числа. Вот давайте вспомним, что когда мы выходим из Египта, мы находимся в очень тяжелом духовном состоянии, ну и физическом, наверное. На какой день мы приходим к горе Синаль? На 50-й день. Значит, мы поднимаемся из какой-то точки, я не знаю, и идем 50 ступенек. И сейчас мы тоже, вот когда считаем от первого дня Пейсаха до праздника Шевод, 49 дней, и на 50-й день мы получаем Тару. То есть, на самом деле, идет поднятие из какой-то очень низкой точки в какую-то очень важную высокую точку. Значит, 50 – это есть та самая высокая точка, которая, как бы, вот говорит о том, что я нахожусь у горы Синай. Я готов к божественному откровению. Я готов, чтобы воспринять 10 речений. Вот это вот есть 50. 50 – это символ полной готовности воспринять духовные сущности в этом материальном мире. Вот это 50. А что такое 10? Ну, мы знаем, 10 – это миньян. Это наименьшее число людей, которое считается общиной. Именно там, где есть 10 евреев, туда может спуститься божественное присутствие – шехина. Значит, 50 – это максимальная точка, а 10 – это минимальная точка. Вот в интервале между 50 и 10 происходит вся наша духовная жизнь. Я думаю, что вот этот спор как раз идет о том, чтобы вот этих злодеев, грешников вогнать вот в это пространство между 50 и 10. И поэтому, когда Всевышний видит, что равновесие Авраама наступило, что его внутреннее состояние, он проговорил это, он его исправил, то, что он считал себя виноватым, в том, что этих душ он не исправил. Тогда он тут же поворачивается и уходит. И что делает Авраам? Он, написано, возвращается на свое место. То есть он возвращается в состояние милосердия. Весь этот спор ведет на самом деле Авраам с несвойственным ему качеством судьи, требующего справедливости. Это не Авраам, это уже будет Ицхак. Но, видимо, Авраама нужно было поставить в это состояние, чтобы качество суда в нем тоже появилось. Потому что до этого у него только качество милосердия. И мы это видим, с каким радушием он принимает вот этих трех совершенно неизвестных ему путников, язычников, скорее всего. И как он вот трепещет над ними. Он же не знает, кто это такие, он не знает, что это там ангелы и прочее. Поэтому вот это вот качество суда, которое нужно внедрить в Авраама как дополнительное качество, абсолютно необходимо. Почему необходимо? Потому что в дальнейшем, что происходит с Авраамом в дальнейшем? В дальнейшем он попадает к филистимлянам, к Авимелыху. И там есть очень сложная ситуация. Дальше у него рождается сын Ицхак. И в конце концов глава заканчивается тем, что Авраам должен связать Ицхака. Жертва приношения Ицхака – это на самом деле связывание Ицхака. Если мы говорим, что Ицхак – это качество суда, то, что мы называем гвура, абсолютно противоположное от качества Авраама, что это милосердие, хесед, то когда хесед, Авраам, связывает на жертвеннике своего сына Ицхака суд, гвура, то тогда это происходит очень важный момент. Мы милосердие ставим перед судом, потому что милосердие связывает суд. И когда милосердие связывает суд, тогда может появиться третий сын, третий вариант, это третий наш праотец – это Яков Тиферет. Это соединение милосердия и суда, но при том, что милосердие находится на первом месте. И вот уже от Якова возникает еврейский народ. И там у него, у еврейского народа, милосердие на первом месте, а суд на втором месте. Поэтому еврейский народ сначала прощается, а потом судится. В отличие от всех других народов, которые сначала судятся, а потом прощаются. Поэтому вот это вот такая непотопляемость еврейского народа. Так вот, чтобы на самом деле сформировать в Аврааме вот это вот нужное качество, чтобы в нем появилось как-то качество суда, вот Всевышний устраивает всю эту историю, чувство вины, которое есть у Авраама, желание защитить тех людей, которых он не мог исправить. И тогда в нем возникает судья по существу. Вот так я объясняю этот странный диалог, который возник между Авраамом и Всевышним. Причем, конечно же, Всевышний, он провоцирует этот диалог. Он выводит Авраама на эту беседу. Аврааму непросто, поскольку это не присуще ему требовать, чтобы была цедака о мишпад справедливости суд. Ну, вот это вот необходимо для формирования. Это этапы и пути формирования Авраама, а соответствующие и, соответственно, и того народа, который в дальнейшем родится от него. Вот, хорошо. Есть ли какие-то вопросы? Может, так сейчас я посмотрю, если есть какие-то конкретные вопросы ко мне, тогда я, наверное, вот на них отвечу. Вот, идут приветствия, конечно, я всех приветствую. Вот, приветствия, приветствия, приветствия. Вот, видите, география, конечно, широкая. Вот, Эдисы, Датулы. Вот, замечательно. Покажем человек. Исправить. Ну, да, конечно. 50 уровней. Да, 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 Георгия. 50 уровней. Вот, 50 уровней, это как раз, помните, когда мы были в Египте, мы спутились, там, написано, на минус 49-ю ступеньку нечистоты. Еще одна ступенька, и все меняется. Все, все свойства изменяются. Пока мы находимся в интервале 0,50, мы еще с теми качествами, которые у нас от Всевышнего. Дальше, если мы ниже спускаемся, все рушится. Поэтому 50, вот это вот грани отметка. Поэтому на 50-й день из этой низости мы поднимаемся до горы Синай, и способны получить Тару. Каждый должен иметь качественное милосердие сюда, конечно. И каждый имеет это. Просто мы говорим, когда мы говорим об Аврааме, Ицхаке, Якове, мы говорим о некоем воплощении этого качества. Сто процентное милосердие Авраам, это некая воплощенность, это достаточно условно у любого человека нормального. Есть все эти качества, и они проявляются в той или иной мере. Конечно, их можно проявлять сильнее, меньше, активнее, но они, это свойство твоего души, и они все есть. Да, три столпа. Ну, естественно, плюс-минус тезо-антитезо-синтез. Это вот мир. Да, Аврааме, Ицхаке, Яков. Тезо-антитезо-синтез. Это, на этом стоит весь материальный мир. Все. Все. Значит, нет, урока вопросов больше нет. Хорошо, хорошо. Я вам желаю шаббат-шалом, хорошей субботы. Ну, и размышлять, читать тексты, и размышлять, и пытаться находить ответы на вопросы. Это ничему не обязывает, но, по крайней мере, наше мышление будет тренироваться и работать. Всего хорошего. Шаббат-шалом. Удачи всем. Субтитры создавал DimaTorzok